Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Мама всегда была, есть и будет самым важным человеком в жизни каждого. Она дала нам жизнь, научила всему необходимому, чтобы выжить в этом мире. И сейчас нет разницы, говорим мы о людях или о животных. Мы часто не задумываемся, как сильно её травмируют наши необдуманные решения. Но как только она оказывается в реальной опасности, готова отдать всё, лишь бы она осталась рядом с нами. Обычно мы не задумываемся над тем, как наши действия влияют на наших близких. Не думала об этом и маленькая Каала. Она с мамой живёт в большом вольере среди зоопарка. Работники всегда бережно и ответственно относились к ним, но у всех бывают плохие дни. Тогда по ряду причин работник, который чистил их вольер, был очень рассеянным. У него было много работы, которые надо было завершить чем быстрее. Через такую спешку он забыл запереть дверь в вольер. И всё бы ничего, если бы другие работники заметили это раньше Каал. Один из малышей решил, что это его билет к приключениям. Он быстро спустился со своего дерева и побежал к двери. Ему было интересно пройтись по ту сторону решётки, но всё же несколько страшно. Малыш осторожно осматривался по сторонам, да и вёл себя максимально осторожно. Но уже через несколько минут любопытство всё же взяло над ним вверх, полностью придавив страх перед неизвестностью. Тогда он уже смело ходил по дорожке. Было утро, а потому посетителей в зоопарке ещё не было. Только работники быстро бегали по территории, готовясь к открытию. Поскольку этот вольер был практически в центре зоопарка, здесь часто проезжали машины, которые возили необходимые продукты на склад. Вот только ездили они тихонько, поэтому услышать их иногда было очень трудно. Для человека, который знает, что их следует остерегаться, они никогда не представляли угрозу. Но для маленькой коалы, который уселся посреди улицы и на что-то отвлёкся, всё могло сложиться трагично. В то время мама малыша уже заметила его отсутствие. Вместе с тем она видела машину, которая должна была вот-вот повернуть на дорожку мимо их вольера. Она начала звать малыша, но он просто её не слышал. Тогда животное выбежало в дверь, подбежало к детёнышу и попыталась оттащить его в сторону. Малыша она спасла, вот только сама в последний момент попала под колесо автомобиля. Каала осталась жива, но ей срочно нужна помощь. Водитель автомобиля быстро отвёз её в медпункт. Но привезли её не одну. Как только машина остановилась, а малыш увидел, что случилось с его мамой, он подошёл к ней и крепко обнял. Ещё на месте этой аварии сотрудники зоопарка пытались отцепить его от матери. Но у них ничего не получилось, так эти двое и поехали вместе. Каале нужно было срочно делать операцию. Чтобы малыш не мешал, они пробовали отцепить его и посадить в небольшую клетку. Но несмотря на все старания, им так и не удалось достичь желаемого результата. Похоже, что малыш понимал свою вину и надеялся так её загладить. Всю операцию он так и просидел на спине Каалы. Это несколько усложнило врачам задачу, ведь стало труднее положить Каалу так, чтобы было легко работать. Да и малыш несколько им мешал, ведь каждый раз, когда врачи пытались что-то сделать, он начинал на них шипеть. При таких обстоятельствах вполне вероятным было то, что он вот-вот начнёт бросаться на врачей. Учитывая все непредвиденные обстоятельства, операция длилась гораздо дольше, чем обычно. К счастью, травмы, которые получила Каала, были не критическими, а потому даже такая маленькая заминка не сильно угрожала её жизни. В общем, всё прошло успешно, и сейчас она уже начинает понемногу восстанавливаться и снова набираться сил. Всё её лечение уже свели лишь к антибиотикам. Что касается её малыша, то он до сих пор рядом с мамой. Он по-прежнему практически ни на шаг от неё не отходит, но и к врачам относится гораздо спокойнее. Такое его поведение сильно поразило каждого работника. Медики рассказывают, что за все годы функционирования зоопарка они помогли уже 58 тысячам животным. Но несмотря на столь впечатляющую цифру, это всего второй подобный случай в их практике. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук, ссылки в описании.